Всех приветствую, дамы и господа, и придется все-таки использовать ноу-клип. Я загуглил вопрос, были такие баги в лицензии, вот, это и есть лицензия на самом деле. Лечилась установкой патча 1.1, у меня стоит патч 1.3. Господи, не знаю, с чем связано, может быть все-таки из-за широкоформата не менял на разрешение. Будем через ноу-клип это делать. Вот так вот, ноу-клип, ноу-клип это штука, которая позволяет проходить сквозь стены. Так, вот так сделал, вот противник тут, все ключит сразу, здесь аптечка и патроны. Но проблема теперь в том, чтобы этот ноу-клип отключить, отключить и не застрять в стене. Вроде бы получилось, да? Да, хорошо. Патроны, давай сюда. Нечего тут мне. Кто там шипел? Кто там такой шипел? О, тут смотрите, старина Тимми решил напугать из темноты. Патроны в пистолете заканчиваются? Старина Тимми подходит, нафонарем тебя по лбу. Так, тут еще патронная лента, неплохо, можно перезарядить пулемет, 60. Но там кто-то продолжает шипеть, ребята, шипеть. Сейчас придется, если на эту лестницу не залезешь, опять ног лип. А я боюсь, что как выскочит, опять он не залазит. Ну, что ты будешь делать? Подожди. Сейчас вот здесь. Кто шипит? Вот там где-то кто-то шипит, да? Вот он появляется откуда-то. Заорал уже. А, вот. Это им по-бычному. На, получи из гробовика. Да, господи, пробил еще. Придется взять аптечку. Откуда ты вылез? Отсюда он вылез. Вот оно шо. Хе-хе-хе. Ну, хорошо, Битругер. Будем, примем, шо это, шо это Битругер ввел суперсильное колдунство против нас, шоб нас не допустить в комплекс Дельта к реактору, к ядру реактора, к которому мы идем. Неудобно тильду прожимать консоль, потому что, ребята, надо контроль, альт, контроль, альт и тильду прожимать. Но он вроде справился. Кто-то появляется, кто-то посмел появиться. Одна из дробовика упор. Сзади еще. Этого можно так расстрелять. Этот сейчас будет готов, готов. Молодой человек, боезапас, меняю патроны. Хорошо. Дробовик тоже перезарядить, сохраниться. Проверить темный угол. Чисто открыть дверь. Что-то выскочить. Нет, выходим к реактору, собственно. Кто-то появляется, какодемон. На раз, на два промахнулся. Три, еще один, как минимум. Четыре. Стреляю. Какодемон еще. Три какодемона. Да, что делать? Плазмомет давай. Вот так можно вносить, пока они в узком помещении. Неплохо. Но один все-таки пробивают. Они еще в ближнем бою неплохо дают. Кусаются. Хорошо, этих завалил. Три какодемона. Конечно, да. Тут Бетругер, смотрите. Серьезно уже взялся за нас. Вижу патроны. Во-первых. Во-вторых. Все, больше ничего нету. Здесь. За ящиками что-то должно быть. Только главное не упасть. Не совершить падения. Я вижу труп и КПК. Даже не думай мне тут встать. Еще появляются Лосоулы. Лосоулы. Так, перегруппироваться быстро. Какое-то КПК я не успел посмотреть, потому что надо Лосоул отстрелить. Лосоул хорошо пробило. Еще кто-то появляется. Это вот этот молодой человек. Бензопилой тебя. Ого, как пробил. На, получи. Хе-хе-хе-хе-хе. Бензопилой. Господи. Подождите. А почему? Зачем мы в принципе сюда пошли? Непонятно. Чтобы КПК подобрать. 19 КП. Последний противник хорошо пробил. Брайан Мора. Кто такой? Инженер реактора Дельта. Аппаратная реактора. Аудиозаписи нету. Управление Дельта. Безопасность реактора. Уважаемый мистер Мора. Ваша жалоба будет направлена в центральное управление. ЦУ. С этого момента ее будут рассматривать там. Управление Дельта. Как инженер ответственный за технологическое обслуживание реактора верхнего уровня. Считаю необходимым указать на некоторые проблемы с безопасностью реактора. Если нам потребуется снимать показания с верхнего уровня во время работы реактора. Несчастные случаи будут неизбежны. Я рекомендую использовать для снятия показаний дистанционно управляемые сенсоры. Закрывать доступ на верхний уровень во время работы реактора. И Мартиан Бадди этот спам прислал взбодрить. Самые низкие цены. Бесплатная достатка. Неброская упаковка. Тебе грустно? Мы тебя развеселим. Спишь на ходу? Мы поможем взбодриться. Ты рассеян. С нами ты сможешь сосредоточиться. Самые новые биоинженерные разработки в области нейрологических препаратов. Свяжись с нашим дилером. На этой неделе получи 15% скидку. К нашим без того низким ценам. Так, пробили. Серьезно. Надо сохраниться и продвигаться. Продвигаться. Все перезарядить. Очевидно мы получили какой-то доступ. У нас уровень... Что-то трясется, кстати, ребята. Личные данные, личные мои. Наш допуск. Рядовая охрана, аппаратные реакторы у нас есть. Допуск теперь. Здесь аптечка. Можно сюда выпрыгнуть. Можно кто-то появляется. Или эта дверь открылась. Эта дверь просто. Забрал аптечку. 34 хп. Но получше. Бронепластины. Давай все сюда. 125 хп. Там внизу лечилка еще была. Так, тут Тимми, старина. Давай сюда. Мы сможем теперь слезть, я надеюсь. Аккуратно только ключевое слово. Не, не хочет он. Слез, но упал. И инъекции... А у инъекции мало осталось? Ой, плохо. Ребята, сохраняюсь. Еще раз. 44 хп. Но вот этот набегает. Давай бензопилой. Попытаемся взять молодого человека и разуплотнить. Неплохо бензопила работает. Вот в эти двери, наверное, мы получили доступ. Реактор включен. Хорошо. Надо проверить, сзади были ли аптечки или нет. Вроде бы не было. Вроде бы не было. И я тут долго шел. Это нижний уровень реактора. Никто не появляется. Тут еще лестница, на которой мы не могли. И я по трубам заходил. Такое ощущение, что кто-то еще и присутствует здесь. Ну ладно, мы проходим. Щелкните. Да, доступ разрешен. Теперь дверь. И сразу нападение готовится. На, получи сюда. Мерзкий имп. Прыбулыц. Так, тут вижу бронежилет, как на тебя подпасть. Еще кто-то. Вроде бы. Тут за углом может кто-то быть. Это они любят пугать. Но бронежилет нам не особо нужен. На самом деле. И здесь опять он застревает. Видите, прыгаю. Я жму вперед, он по одной ступеньке проходит. Какие-то баги, наверное. Господи, может быть. Такое это. Но я что-то вот не припомню. Когда я играл. У меня, правда, вроде бы не было патча 1.3. У меня был. Вообще, вроде бы без патчей было. Или 1.1 был. Не знаю. Не знаю. Захожу. В комнату. Так. Что, как и демон. Сзади никого? Никого. Ношу по демону. Демон готов проверить, чтобы сзади никого не было. Вроде бы нет. Еще кто-то появляется. Еще один, как и демон. Хорошо, патроны. Сейчас мы... Еще один сзади появился. Отпрыгнуть из дробовика дать ему. На сюда. Готов. Молодой человек. Еще кто-то вроде бы нет. Вижу аптечку. Все надо осветить. Заменить магазин вот здесь. Темно очень, ребята. Темно. И неспокойно немного. Нормально. Дробовик. Надо проверить все остальное. Тут 124. Тут 60. Тут 50. 126. Нормально тоже из этого можно пострелять. А ракетомет у нас 5 из 10. Здесь опять застреваешь. Что ж ты будешь делать? Из дверей кто-то выскочит. С ракетометом опасно идти на дверь. Потому что может же... Что-то и выскакивает. Я запустил ракету. Это вроде солдат был. Да? Не, не надо с ракетометом идти. Потому что по себе можно засандалить. Приготовить дробовик. Лифт. Надо будет сейчас спускаться. Сохраняю спуск. Так. Тут двери какие-то. Что здесь? Кто-то будет. Кто-то... Выскочил имп на нас. От мансил. Не хватило выстрелов в упор сзади. Чисто. Хорошо. Еще один. Здравствуйте, молодой человек. На пол, ищи сюда. Давай еще третьего. Бог любит троицу. А Бертруггер любит шестерицу. Ну, Бертруггер ничего. Бетруггер, Бетруггер. Знаешь что, Бетруггер? Буду называть тебя Бертруггер. Потому что мне так больше нравится. Вот. Аптечку зря взял. Потому что надо было не спешить с этим моментом. Боезапас. Это вроде бы большая была. Аптечки 15 и опять застреваешь. Что ж ты будешь делать? О, вбегает молодой человек. Медзопила. О, ногой дал. И сюда. Еще ногой дал. Вот сейчас бы аптечку взять. Так. Сюда можно запрыгнуть? Можно. Здесь ничего нету. Хорошо. Выпрыгнуть теперь не могу. Начинается. Ну вот, начинается. Да, какой-то уровень с глюками. Ребята, не могу выпрыгнуть. Запрыгнул на трубу. Что-то мешает наверху? Нет. Вот, выпрыгнул. Какие-то глюки начались. Зомби. На, получи из дробовика немного. Чтобы это, твой пыл остудить. Еще один лифт и хилка. Хорошо. Сохранился. Тут что-то будет. Но я боюсь сюда падать на самом деле. Здесь бронежилет. Это неплохо. Бронежилет взял. Что-то накажут нас за это? Нет. Нет. А тут что еще? Магазин для винтовки. Окей. Вызываем лифт. Готовлю. А, не надо готовиться. Выход с уровня. Нет. Еще в администрацию нам надо. Ребята. Оперативная задача у нас. Аппаратная. Что надо сделать? Добраться до главного лифта Дельта. А вот мы и вышли, судя по всему. В начало, да? Нет. Пинки здесь. Пулемет давай. Какой-то. Ой, плохо как пинки. Потому что за дверями. Где он? Где он? Он сбоку. Пинки. Что ж ты сделал? А, пинки готов. Придется спуститься. И опять это. Вот хитрый пинки. Можно было из дробовика. Судя по всему, он не пролазит в двери. Расработать. Давай сюда хпшечку. Администрация второй уровень. Сохранится. Автомат надо держать на изготовке. Патронов достаточно. Пинки. Так. Чисто. Еще аптечка. Хорошо. Вот это маленькое. Нападение небольшое. Пресечено. Значит, с другого боку тоже может быть. В прыжке. Ловко. Тут дверь. И здесь еще одна дверь. Наверное, сюда мы же получили доступ. Нет. Руководство Дельта. Администрация. Надо какую-то шишку из Дельты. Знаете, здесь еще аптечка. Боезапаска от течи. Хорошо. Сюда можем зайти. Темно очень, ребята. Темно и страшно. Кто-то тут будет. Но никого вроде. Ну что такое? Что-то появилось. А, это зомби из дверей. На, получи первый. Номер второй. Может, знаешь, что сделаем по-мясному. Вот так вот. Вот так вот. Еще будет кто-то? Потому что бензопила готова у меня. И заряжена. Так. Здесь. Вот отсюда они все повылазили. Из серверной. Это так называемые айтишники. Хе-хе-хе-хе. Ничего не видно вообще. Да, действительно, айтишники. Смотрите, ноутбуки оставили. Оставили свои ноутбуки. Здесь магазины еще. Сограница и продвигаемся дальше. Вот тут еще один. Это вот этот. На, получив упор. Просто получил в пах. Что? Еще один. Так. Этот стреляет. Этот стреляет. Подожди, план меняется. Наверное, вот так как-то. Что-то он говорит еще с вами, общается. Плотный достаточно. Давай из автомата, может быть. Ого, пробивает. Неплохо. Готов. Этот с пулеметом, смотрите. Хм. Допустим. Давай, давай мы тоже пулемет возьмем. Чип, можно перезарядить. Сколько из него? 30 патронов выпадает. Это что нужно? Тут перезарядить. Открыть дверь. Еще один. Еще, кажись, на нас бежит. Вот этот. Ох, как отбросил нас. На, в упор получил. Усильно пробил. Готов. А второго можно взять здесь ракетомета, чтобы побыстрее. Второй пойдет на нас? Ух, пошел на нас просто. На две ракеты туда. 23 хп. Хе-хе-хе. Забираю аптечку и придется вернуться, ребята. Ракета хорошо заходит по этим. Одна ракета, один ваншот. Здесь еще аптечка. Ее заберу и придется еще за 10 хп вернуться. Плохо сыграл, неграмотно немного. Может, то оставить. Но мы вряд ли еще вернемся. Так что надо... О, пулеметчик хорошо пробил. Вот эти со щупальцами надо приседать, только не допустить, чтобы он ногой дал. Но ногой тоже у него. Удар на гист разворот. Школа Чека Норриса. Школа Чека Норриса. Кстати, очень забавный сериал. Жан-Клод Ван Джонсон с Жаном Клодом Ван Дамом. Там высмеивают они боевики старые и новые тоже высмеивают. И очень забавно сериал. Там старенький уже, это Жан-Клод Ван Дамом. Но очень круто сделали. Мне первый сезон очень понравился. Во, жду с нетерпением второго. Вижу бронепластины. Пулемет давай подберем. Мы входим в какое-то административное здание. Здесь заперто. Так. Что здесь? Пошлые картинки. Роботехно какой-то. Большие человекоподобные роботы. Тут кто-то разбил. Монитор. Стулья. Кресла мешаются. Офисные. Открываю дверь. Ничего не видно. Следующая дверь. Хорошо. Открываю. О, тут светло как. Что такое? Господи. А, это Кокодемон. Я испугался сильно. На, получи из автомата два Кокодемона. Надо вносить. Надо вносить. Переключаюсь на дробовик. Готовлюсь. За сандалик. Получи в упор. Хорошо. Можно заменить магазин в автомате. Сохраниться. Скрыть дверь. Это верхний этаж, судя по всему. Да? Мы там внизу были. Здесь дельта и это лифт как раз на нижний этаж. Но мы... Вроде бы там не все осмотрели. Тут темно. Плазма есть. Давай плазмомер перезарядим. Тогда. Я в таком случае вообще ничего не вижу. Спуск какой-то. Тут балки поразрушались. Тут и снизу может кто-то напасть. Приготовиться к нападению. Нет. Нет. Тут просто лежит. Байзапас действительно. Ну хорошо. Потихоньку идем. Через балки плохо проходят. Так. Так. Нельзя выходить. Надо с оружием на изготовку. Мы вернулись, судя по всему. Кто? Что? Это Ревенант, да? Где? Не знаю. Ракеты полетели. Вон он тут. Вношу, ребята. Вношу. Вот это не избежать. Это кто Ревенант? Но пробил неплохо. Еще вот этот выбегает. Молодой человек. Пришлось стрелять. Тут я бы не успел достать бензопилу. Что здесь? Здесь что за двери? Это мы сюда вроде бы заходили как раз, да? Или нет? Это выход в саму дельту. Кажись. Угу. Ну и тут противников нету, да? Может тут аптечку какую-то пропустил? А не, это вряд ли. Это вряд ли. Ты не восстаешь? Нет. Давай, убедимся в этом. На, получи. Опять хп нету. Что за комната? А, это вот этот гараж. Тут была плазма. Да, действительно, это возвращение. Нам надо в другую сторону. Сюда куда-то. Через кровавый коридор. И нужно быть готовым, потому что это пулемет есть на самом деле. Нужно перезарядить тут. Лифт подожгли вообще. А куда же нам идти? Сюда куда-то или что? А, идти туда, откуда ревенант выпрыгнул. То есть куда-то... Откуда он, кстати? Отсюда он пришел. Хорошо, мы готовы проходить. Мы же здесь тоже были. Пулеметчик очередной. Давай ракетометом. На тебе сюда. Не хватило этого. Весьма себе интересно. Еще один ракетомет готовлю. На, получи раз. Получи два. Две ракеты на этого надо, да? Перезарядить ракетомет. Два лифта вижу. Все серьезно, судя по всему. Здесь еще двери. Тут мы пролазили, да? Внизу бронепластины. Остались мне мы аптечку. И на эти бронепластины... Так себе. Добраться до главного лифта. Вот мы и добрались. Здесь вычислительный центр. Все еще не можем пройти вычислительный. Главный лифт зато есть. Подожди, надо забрать бронепластины. Может здесь какое-то хп-шка осталось? Тут осталось всего лишь пару бронепластин. Никакого хп тут и не пахнет. Никакой лечилкой. Я вот не помню, была или нет. Но бронепластины я пособирал. На начале уровня тоже не было бы. Мы на этот уровень пробитой, кажется, пришли. Тут пугали. Тут сильно нас пугали. Так. Куда же нам... Нам тогда надо пульт управления. Не-не-не, нам надо лифт вызывать. Судя по всему, но хорошо. Главный лифт. Центра... Исследовательские и... Исследовательские лаборатории вызываю. Открылась одна почему-то. Опять вторая, не эта. О, покинуть дельта сектор 1. Слушайте, надо побегать по уровню хп поискать. Или так пойдем? Пойдем так, потому что серия короткая. Вот. Главное, чтобы не было рассинхрона по звуку. Комплекс дельта сектор 2. В южной части сектора дельта находится отделение переноса материи, которое занимается биологическими экспериментами. В том числе и на людях. В верхнем зале установлен прототип телепортационной платформы с малым расстоянием переноса. Платформа служит только для изучения воздействия переноса на живые организмы. То есть научились телепортации. Да, прибытие. Хорошо, надо сохраниться. И надо... Я сохранюсь на всякий случай на обычный слот. Почему? Потому что делаю цепочку сейва, во-первых. Во-вторых, если не дай боже какой-то рассинхрон по звуку, чтобы я имел в себе кусочки. Так. Сразу пугают, нападают на получи. Этот готов. Сбоку. Еще один. На получи. Готов. Я вот этот проход вовнутрь. Я вижу аптечку, во-первых. Здесь захожу аптечку, беру бронежилет. Ай, окровавленный весь. Да, бронежилет не берется. Так. Ну вот этот выскочил тоже так. Биологические исследования, кстати. Магазин, Дельта, открывается дверь. Гранату я туда хочу засовывание. У меня нет гранаты. Что такое? Что-то появляется еще. Вношу. Готов. Может, проэкономить пылемент? Слушайте, ребята. Почему дверь открылась? Я вниз не хочу прыгать. Можно ее закрыть? А закрыть нельзя. Давай автомат приготовим. Так. Что такое за крики? Опять новый противник какой-то или что? Но такие крикливые я могу точно перепугаться. Открываю следующую дверь. Захожу. Что такое? О боже. Полный сатанизм начинается. Нам мерещатся какие-то руны. И двое импов сразу набегают. Неплохо. Так. Открывай дверь. И второй тоже готов. По 30 патронов ушло на них. Двери еще раз открылись. Бежит на нас. Нападает вот этот. Пытался, видите, совершить удар ногой с разворота. Не получилось. У него в пистолете нет патронов. Зомбаря придется по старинке взять из дробовика. ХП считайте сэкономлено. Но мы и в ближний бой не вступали. Так. Захожу. Опять-таки приемная. Патроны для дробовика подобрал. Здесь какие-то серверные. Бронепластины. Бронепластины тоже теряются, когда нас пробивают. Тут две аптечки. Забираю обе. Когда нас пробивают. Но при этом бронепластины, насколько я понимаю, больше тратятся, когда кто-то стреляет по нам. Ну точно что-то выскочит. Но не может быть, чтобы ничего не вы... Это старина в жиле. Присел отдохнуть. Что-то ничего не выскакивает. А тут может... Ну-ка. Можно выше бить эту дверь. Нельзя. Не будет никакого нападения. Вот отсюда, вот представляете, со стены прямо нападает. Кто-то появился. Все-таки не запылился. Это имп обычный. Ну иди сюда. Двое. Уже мы с Тамарой хуем парой, да? Получи. Второй застрял. Второй к прыжку приготовился. Хорошо. Мы ждем. Подошел из-за угла. Неплохо. Вот что мне нравится, что организованы эти нападения достаточно неожиданно. Их можно читать, наверное. Что тут открыли? Шкаф какой-то открыл я. Ребята. Ага. Тайничок классический. Ну видите, надо еще все осматривать. Наверное, я таких объектов попропускал, дай боже. Ой, третий уровень. Первый уровень. Архив. И мы... Куда будем отправляться? В холл будем отправляться. Так. Уровень 2 архивы. Мы идем в архивы. Можно вот это приготовить, возможно. Тут молодой человек даже не думает. Я не могу тебя проверить. Слышу. Не ревенант этот. Приготовил прыжок. Пробивает он ногой. То есть, если сразу засесть, то он пробивает ногой. Хитро сделано тоже. Еще есть ракетомет у нас. Еще есть. Вот этот ствол. Сзади нападения. Я услышал. Не надо тут. Нечего тут. Давай аптечку какую-то спрятал. Не, бронежилет не нужный абсолютно. Так. Опять коридор. Это значит, что может впереди что-то быть. И сзади. Сатанизм какой-то начался опять. Это зомби. Но зомби не так страшно. На, получи, например. Меня больше интересует. Тут еще нету. Тут тоже получи. Я перезаряжусь. Это офисы какие-то. Ну. Никто не рассчитывал, что будет архив как библиотека какая-то старая. Например. Иммани Стефанека. О, старина Джимми. Здорово. Что, как оно? КПК подобрали. Надо сначала, наверное, архив исследовать. Потом читать КПК, ребята. Кто-то появляется. Это уже демон. Это не демон. Что это такое? А, это вот этот. На, получи. Раз и два. Хорошо. Надо вот этих научиться урабатывать из дробовика. Бертругер смеется. Тут что-то выскочило, наверное, чтобы нас напугать. Еще нападение. На, получи. Раз и два. И не хватило этого. Иногда не хватает. Тут стекла разбиты. И парень лежит. Бетругер, да. С вот этими. Можно сейчас запрыгнуть. Ракетомет там лежит. Неплохо. Шкафы какие-то. Тут один открытый. Хилка и зомби. Из темноты. Подожди. Вот это убрать. Тут можно шкаф откроем. Эту дверь проверить. Этого проверим. Иду, иду. Никуда не приведет. Ты умрешь. Я соберу твой. Ага. Но перед этим я вставлю свой дробовик в задний проход и нажму на спусковой крючок. Бетругер. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я хочу проверить под столами. Может, опять-таки будет открытие шкафов. Как в прошлой комнате. Но вроде бы нету. Ребята. И сюда можно запрыгнуть. Наверное, через эту коробку. Вопрос только в том, сможем немного выпрыгнуть. И не выскочит ли еще что-то. Еще. Выпрыгнуть мы не можем. А выпрыгнуть мы можем здесь. Что-то стекло разбилось где-то. Еще магазин, кстати. А. Выходило зомби. И второй вроде бы с пистолетом. Не. Второй восстал. Это тот, которого мы проверяли. Угу. Сгруппировались молодые люди. Давай. И мы будем здесь сочетание тел мертвых делать. Здесь засядем в углу аккуратно. Сохранимся и прочитаем КПК. Так. Питер Рейли у нас. Сегодня инженер реактора Дельта. Аппаратного реактора. А, нет. Это Брайан Моров. Питер Рейли. Главврач. Общий доступ. На наблюдение за участником опыта в смерти Стива Дженсона. Интересно очень. Почта. Антипсихотические препараты. Уважаемый доктор Рейли. Сообщаю, что заказанные вами фармацевтические композиции. Компания лекарства от психических расстройств мы получили. Тут довольно много больших коробок. У нас сейчас катастрофически не хватает свободных рук. Если бы вы смогли присылать кого-то из вашего отдела, забрать их, это было бы просто прекрасно. Бен Питерсон, координатор логистики UEC. Перегрузка. Фил Вильсон. Доктор Рейли. Больные поступают к нам быстрее, чем мы успеваем их выписывать. Точнее, я вообще еще никого не выписал. Очень озабочен тем, куда мы будем класть больных, если нынешние опыты будут поставлять их нам с прежней скоростью. Необходимо выяснить причину этого психоза. Искренне ваш Фил Вильсон, фельдшер. Обычный врач у тебя был, да? Наблюдение за участниками опытов. Главный врач комплекса Дельта 29 октября 2145 года. Мы исчерпали все возможности медикаментозного лечения, пытаясь справиться с неожиданным всплеском психических расстройств. Я обращался за консультацией к психиатрам на Земле, но пока не получил от них дополнительных данных. Примерно у 80% всех участников экспедиции в другое измерение в течение двух суток после возвращения появляются симптомы невроза средней тяжести. На третьи сутки 75% больных демонстрируют признаки тяжелого проблемного расстройства с галлюцинациями и вспышками насилия. Мы изолимаем их в центре в надежде выявить патоген, пока мы не смогли найти неожиданное действие, которое было привести к таким радикальным нарушениям когнитивной жизни. Судя по всему, патоген, чем бы он ни был, вызывает расстройства измерения в нервной деятельности оставляют свой совет на спинно-мозговые формы. По нашим наблюдениям, большой процент заболевших быстро теряет способность к рациональному мышлению и отчаянию, а затем начинают появляться физические изменения. У больных начинается атрофия. Кожа бледнеет, мышцы ослабевают, кости, зубы и ногти становятся почти прозрачными, от людей остаются одни вены и сухожилия. Продолжаем наблюдение. Ну, сволочи, вообще нету закона смерти Стива Дженсона. Питер Рейли, главный врач комплекса Дельта, 1 ноября 2145 года. Больной 0432 рядовой Стив Дженсен умер сегодня в 15.43 от огнестрельной раны, которую он сам себе нанес из стабильного арка. Смерть наступила примерно через 110 часов после его возвращения из экспедиции на ту сторону портала. После экспедиции у рядового Дженсена развелась паранояльная шизофемия в тяжелейшей форме, с галлюцинациями, осложненная прогрессирующим слабоумием. Лечение оказалось неэффективным. Он был последним, кто выжил из этой исследовательской партии. Четверо остальных, вернувшихся вместе с ним, умерли от полученных в экспедиции ран вскоре после возвращения. Перед смертью рядовой Дженсен кричал на английском и других языках. Что-то про орды демонов, которые пожрут наши души. Мы проанализировали другой язык, на котором он кричал. Оказалось, арамейский. В свете таких тревожных событий, я разместил в своем кабинете запас медикаментов и боеприпасы. Код шкафа. Это твой кабинет был, да? Потому что код шкафа они не выдали нам 112-го. Давай еще раз почту твою посмотрим, Питер Рейли. Тут еще нету. Может быть в самом его кабинете мы туда как раз и идем. Тут серьезное нападение было. Ревенант и пулеметчик. Еще кто-то есть, да? Много дверей. Биолаборатория. Управление. И зеленые двери. Дельта сектор 3. Нам сюда. Тут управление. Сектор 2 персонал. Хранилище еще пройти не можем. Запретная зона. Сектор 4. Ого тут. Труп лежит и аптечка. Даже не думая мне тут восстать. Молодой человек. Готов. Надо будет прыжок совершать. Так. Тут наверное нас прокоцает. Надо пролезать. Тест камера 1. Комната наблюдения. Смотрите еще испытуемых. Мы наверное будем здесь сюда сейчас. Тоже будем в роли испытуемых. Я не знаю куда идти. Я наверное сначала куда-то сюда схожу. Тест камер. Тут кто-то есть. Слава богу. Ты не из этих. Похоже все остальные мертвы. Я. Я тоже виноват. Внес в свой вклад проникнуть в другое измерение. Какое безумие. Слушай. У меня. У нас нет времени. Мы впустили сюда дьявола. Защитный стабилизатор. Портала отказал. Когда Бетругер забрал эту штуку. Артефакт. Который мы нашли в руинах. Он унес его за портал. А потом полезли черти. Сначала помоги мне. Я пытаюсь снова запустить телепортер. Все вокруг разрушено. Выбраться отсюда может только через портал. Найди мне исправный плазменный излучатель. Тогда я смогу включить телепорт. Он должен быть в управлении. Времени в вагон и полная тележка. Отсутствуют данные приемные площадки. Нашибка приемной площадки. Управление лучом отключено. Я проверяю просто не обманывают ли Маккормик нас. Маккормик и там да. Есть вероятность что ты погибнешь Маккормик. 62 хп. Но у него пистолет был. Он отстреливался. Я какой-то отчет скачал. Личные данные. Смерть Стива Джен. Подождите. Нет. На мои личные. Точно пользователя. Научный душекуб. Вот это да. Отчет Йена Маккормик. Йен его зовут. Я уже несколько недель работаю с душекубом. Это удивительные артефакты. Я как теперь понимаю обладаю уникальными возможностями. Написал новую программу для расшифровки знаков. Я ставил ее просчитываться на ночь. Теперь лингвистический компьютер смог расшифровать оставшиеся знаки. Душекуб это вне всяких сомнений оружие. И он похоже был создан чтобы уничтожить каких-то существ. Которые вторглись на территорию древних обитателей Марса. Если я правильно понимаю текст, в битве куб набирает силу с каждой жизнью, которую отнимает его носитель. Когда куб полностью заряжен, с его помощью можно убить даже самого могучего противника. Еще более удивительно то, что убивая существо, куб передает ее жизненную силу своему носителю. Неплохо. Да-да, знаю, от этого всего здорово, попахивает рассказами о колдовстве. Да к тому же я не смог активировать его, чтобы подтвердить эту теорию. Но так говорят знаки. В тексте особо отмечается, что необходимо убить пятерых существ, прежде чем куб полностью зарядится. А потом он каким-то образом покажет, что готов к работе. Он почти как живое существо. Это предмет, фантастическая находка. Ян Маккормик, архив исследований. О, мы еще, кстати, видеодиски не смотрели. Ох, сколько у нас их тут, капец. Вводный инструктаж мы вроде бы смотрели, ребята. Десантник. Десантник. Да, это мы точно смотрели. Гидрокон тут, посмотрите. Видеоролик по технике безопасности. Давайте посмотрим. Добро пожаловать в отдел жизнеобеспечения марсианской станции. Этот видеоролик содержит всю информацию, необходимую для эффективной и безопасной работы. Защищенный работник, счастливый работник. Главная задача UAC обеспечения вашей безопасности. Следите за указателями и следуйте всем предписаниям, чтобы подвечь от опасности себя и товарищей по работе. Уборка – один из самых важных аспектов работы отдела жизнеобеспечения. Во-первых, чистота – залог безопасности. А во-вторых, исследования показывают, что в чистом, незараженном помещении повышается производительность труда. Энергетические установки марсианской станции дают два типа отходов производства – пар и зеленую слизь. Пар выводится наружу через шахты, решетки, тщательно спроектированную сеть трубопроводов и другие вентиляционные системы. Слизь вырабатывается в результате обработки марсианского грунта расщепителями для производства молекулярного топлива. Слизь не радиоактивна, но крайне ядовита. Если слизь попала вам на кожу, немедленно введите себе инъекцию на станции медпомощи. Затем обратитесь к врачу и пройдите обеззараживающие процедуры. Обо всех нарушениях правил техники безопасности докладывайте вашему непосредственному начальнику. Более подробная информация содержится в вашей должностной инструкции. UAC. Хорошо. Много очень смотреть здесь. Давайте субаторную фазу. Это, наверное, мы смотрели этот мультик. Многие поколения человечества жило в нас. Да, мы это смотрели. Гидракон мы тоже смотрели. По плазмометам можно посмотреть инструктаж, например. Ого! Отдел вооружения UAC. Представляем еще одну великолепную разработку UAC. Плазмомет Max 4. Многоцелевое оружие для боя на средней дистанции. Плазмомет выпускает поток синтетической плазмы, резервы которой почти не ограничены. И поэтому соответствует важнейшему критерию вооружения современной мобильной пехоты. Обилию дешевых боеприпасов. Это оружие обладает значительной огневой мощью, низким весом и высокой скорострельностью. Что делает его незаменимым во многих боевых ситуациях. UAC. Бессменный лидер прогресса. Мощное оружие позволяет строить мир без войн. Да, мне ББ с запасом к нему, конечно, побольше. Хорошо. А давай пулемет посмотрим тогда Max 2. В 42-м они его сделали. Для снабдить войска максимально сбалансированным набором вооружений, UAC обратилась к урокам прошлого, создав и запустив в серийное производство новейшую модель ручного пулемета Max 2. Дизайн в стиле ретро и прочность конструкции этого ручного многоствольного пулемета делают его идеальным выбором для закаленных ветеранов. В ближнем бою огневая мощь этого беспрецедентно надежного пулемета превосходит все ожидания. UAC. Бессменный лидер прогресса. Понятно, для ближнего боя он. Позволяет строить мир без войн. Ну я так и понял, я так и понял. Он действительно такой, достаточно до ближнего боя. Он не это. Нам сюда или нет? Не знаю. Нам не сюда. Нам нужно пройти в ту... А тут еще что-то. Не, нам нужно пройти вот сюда. Что-то тут еще, дядька, у нас артефакт номер U1 найден на площадке 3 при археологических раскопках. Хорошо, нам в камеру 1, очевидно. Подождите, там было еще одно... Еще одни двери были. Куда я не прошел. И они точно там были. Я хочу туда пройти. А в камеру 1, это сейчас мне... Тест камера, это сейчас мне сам телепортер? Давайте посмотрим. А? Камера 1. Это дезинфекцированная комната какая-то. Дезинфекция закончена. Всего доброго. Открывай. Так. Да, это камера... Судя по всему... Невозможно найти пункт назначения. Сбой плазмного контура какого-то. Это телепортер уже сам. А вот там сидит этот дядька, да? Или нет? Нет. Там кто-то притаился. Готовится напасть. Ого тут. То есть нам явно не сюда. Здесь куча магазинов. Я забираю. И бронежилет забираю. Хорошо. Давай опять дезинфицируй. И это... А раньше говорили это. Встать. Не двигаться. Можно двигаться. Все. На самом деле. Всего доброго. Хорошо. То есть нам нужно возвращаться. Получается. Аккуратно пролажу. Сохраняюсь. Так. К нападению готов. Вроде бы не готов к нападению. Так как я рассчитывал. На тебе сюда. Не заряжен ракетомет. Плохо дело, ребята. Плохо дело. Ого как прострелил. Прямо это. Прямо в ближний бой. Кто появится? Не знаю. Ременант появляется. Готов. Сейчас просто повезло с выбором оружия. Потому что из дробевика ременанта бы, наверное, не взял. Управление или биолаборатория. Я даже не знаю. Открываю, например, управление. Кто-то хавает другого человека. Не допустить этого. Кто-то еще восстает. Еще кто-то. Ну мы не будем тратить ракетомет на них. Во. Вижу аптечку здесь. Господи. Биолаборатория. Давай тогда зомбей проверять. Чтоб никто не посмел здесь восстать. Бронежилет еще. И... Ручные гранаты наконец-то. Здесь. А, галлон, хлор. Я удивлялся, что они хлором чистят. Не, это просто они очищают от хлора как раз таки. Хорошо. Темная комната. Еще зомбарь. Какой-то новый зомбарь. Не знаю. Вроде обычный. Еще кто-то появляется. Это имп обычный. И сзади вроде бы на получи. Еще один сбоку. Пробил по мне, кстати. Не видно ничего. Куда-то я встрял, ребята. Готов? Не готов. Готов. Здесь магазин. Еще. Еще зомбарь. Сильно светится. Сильно перезаряжаюсь. Очень много мест для посещения. Джимми здесь. Хорошо. Так. Прохожу. Тут еще какая-то дверь. Сейчас что-то будет пугать нас. Открываю дверь. Захожу. Что тут? Зомбарь еще один. Второй. Третий без лица. Какой-то отчет. Там музыка запускался. Четвертый много зомби. Что здесь? Это какие-то остатки. Это импы. Оставки импов. Ого. Био-лаборатория. Тут они их... Первоначальный медицинный осмотр. Обнаружил как-то слабо вырученный спрос. Единственным признаком расстройства была параной. Прилагается запись G-8. Рядовой Стив Дженсен. 18. Ой, тут читать, ребята. Мы отправили номер 8 в медицинскую лабораторию. После повторного случая самоистязания. Оформил на него бумаги до последнего осмотра. Ликвидировал. Больше он в качестве подопытного не пригоден. Опыты на сегодня отменили из-за бросков напряжения. Однако Йен считает, что сможет обойти предохранитель и дать нам необходимое питание. Для завершения... Мне показалось, что Беттругер говорит. Для завершения... Где оно? Для завершения последней стадии опыта 1. Сейчас он, наверное, в станции Марсити реализует свой план. Я отправляюсь к Ахарани, чтобы опечатать эту... Не могу промотать. А как? Опечатать эту, закрыть. Может... Нет, тут уже следующая. Деградация. А надо, во-первых, еще и читать по датам, наверное. Но второе давайте считаем. Сегодня подобные 4 написал напал на инспектора. Хотелось бы знать, кто выпустил их в приемную. Особенно, когда нас предупредили о визите посторонних. Вот только еще одного пропавшего инспектора нам не хватает. Беттругер заверил меня, что в отчете ничего не попадет. Но пока мы не прекратим эти инспекторам, не перекроем доступ на секретные объекты, риск огласки неизбежен. Мы ликвидировали номер 4, перевели остальных подопытных в пустые кабинеты сектора 2. Здесь сможем лучше приглядывать за ними. Ничего себе. Они скрывали от руководства. Здесь еще получается. Деградация подопытных продолжается. Пришлось затребовать с базы охранника. Начинаю беспокоиться о собственной безопасности после того, как работаю в непосредственной близости от них. Подопытный в волосе мне перестает кричать. Проинструктировал охранника, чтобы камеры с подопытными были все время заперты. Кроме того, попросил беттруй браски поместить в шкафчик в помещение охраны оружия и боеприпасов. Если ситуация снова выйдет из-под контроля, я хочу быть на готове. Главное меню. Отчеты за октябрь. А это воспроизвести в аудиозаписи, они и так воспроизводятся. За октябрь, вот первое, давайте читаем. Сегодня пропустили через телепорт первую группу добровольцев. На время проведения эксперимента подопытно гнавался наркоз. При пробуждении побочных эффектов выявлено не было. Единственным пострадавшим был седьмой, который восстановился на приемной платформе с несколькими рваными ранами. Может он как-то сам их себе нанес во время переноса? Хотя совершенно не ясно, как вообще возможен физический урон во время мгновенного перехода. Двенадцатое. Подопытные все больше и больше бредят. Последние психоэлектрические тесты выявили и интересны закономерно. Все подопытные говорят о сверхъестественных силах. Вроде бы обычная шизофрения, но чтобы вся группа подопытных была охвачена одним и тем же психозом, рекомендую зондирование затылочной области на наличие опухоли. Увеличенное давление могло бы объяснить массовые галлюцинации. Повторно предлагаю прервать эксперименты над этой группой, пока мы не обнаружим, что на них так. Ну вот шрифты. Я не знаю, как мотать. Туда, сюда. Нет, тут ничего. Неполная информация. Это из-за перевода, наверное. И конец октября. Джеймсон стрелан за то, что удерживал подопытного, пока проводился подробный физический анализ. Я отправил запрос о новых добровольцах, так что скоро прибудет новая партия охотников за длинными долларами. Повторяю требования Сандры. Обязательно проверить всех потенциальных кандидатов на наличие близких, родственников и друзей. Их никто не должен хватиться. Корпорации не нужны. Новые судебные разбирательства. Ах, вы сволочи. На тебе сюда. Посмотрите. И шкаф тут какой-то, да? Шкаф. Неплохо. Значит, нас тоже заманивали. Но когда прибыли на Марс, то там было, что можно подработать тут в этой дельте? Так, ребята. На этом мы серию закончим.